Товарищи, есть предложение принять постановление в целом. Постановление 24-го съезда Рабочей партии России, отчет ЦК, РПР и задачи партии. Обсудив отчетный доклад Центрального комитета партии, с которым выступили В.В. Кальвет, И.М. Герасимов, К.С. Сенков и М.В. Попов, Съезд отмечает, что за истекший период членами партии велась плановая работа по выполнению партийной программы. В октябре 2016 и марте 2017 года проведены плановые заседания семинаров по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии Российского комитета рабочих, на которых были обсуждены вопросы выполнения программы коллективных действий профсоюзов, о борьбе за шестичасовой рабочий день, о борьбе за заключение и выполнение прогрессивных коллективных договоров, о ходе и перспективах развития забастовочной борьбы, об обмене опытом за улучшение условий труда, об организации рабочих профсоюзов и организации солидарных действий профсоюзов. Съезд особо отвечает регулярность проведения РКР и призывает трудовые коллективы и профсоюзные организации посылать своих представителей, рабочих, на плановые заседания РКР в будущем. Съезд считает необходимым поддерживать и расширять контакты с Федеральным профсоюзом авиационных диспетчеров России, Федерацией профсоюзов России, Российским профсоюзом докеров, НПС «Солидарность», профсоюзом завода «Форд», межрегиональным профсоюзом «Защита» и другими боевыми профсоюзами, выполняющими программу Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Эта деятельность служит действительному соединению научного социализма с рабочим движением. В рамках теоретической борьбы рабочего класса в октябре 2016 года проведена Международная научно-практическая конференция «Участие профсоюзов в создании и деятельности Советов». В апреле 2017 года была организована Международная научно-практическая конференция «Вэй-Ленин. Октябрьская революция и современность», по результатам которой выпущен сборник материалов. Издана монография А.В. Золотова, М.В. Попова, А.А. Былинской и других «Сокращение рабочего дня. Как основание современного экономического развития». Выпущены два номера газеты «Народная правда». Пять номеров газеты «За рабочее дело» 197-201, в том числе два спецвыпуска «Красный университет». Номер газеты 32 «Правда труда». Газеты рассылаются по России и раздаются у проходных заводов. Партия ведет три сайда. Фонда рабочей академии, Московского отделения ФРА, Рабочей партии России, а также канал ФРА на YouTube и Рабочее ТВ. Значительно увеличился набор слушателей в текущем году в Красный университет ФРА. Продолжается работа по систематическому изучению марксизма или ленизма в Университете рабочих корреспондентов ФРА. Кружки любителей гегелевской диалектики. Проводится кружок диалектики в Новосибирске. Съезд отмечает работу по увеличению численного состава партии, в частности появление рабочих в Московской партийной организации, что дает ей возможность принимать решения согласно уставу партии. Съезд положительно оценивает сделанное и постановляет следующее. 1. Считать требования сокращения рабочего дня до 6 часов с сохранением заработной платы главным экономическим и политическим лозунгом, обеспечивающим прогресс российского производства на основе повышения производительности труда, улучшения условий труда, укрепления здоровья работников, увеличения их свободного времени, времени для семейной жизни и воспитания детей, а также рост их профсоюзной и политической активности и организованности. 2. Продолжить и распространить на всю партию оправдавшую себя практику планирования работы партийными организациями. 3. Считать обязанностью новых членов партии не проходить обучение в Красном университете. Обучение в Красном университете рекомендовать проходить всем членам партии. 4. Партийным организациям широко используют в своей работе возможности современных информационных технологий, в том числе во взаимодействии с Лен.ру, Красное ТВ, сайтами Опер.ру и Забаст.ком. 5. Основные усилия партии сосредоточить на работе в профсоюзах и трудовых коллективах, что, соответственно, требует расширения партийных рядов. 6. Съезд призывает рабочих и всех сторонников рабочего класса вступать в рабочую партию России. 7. Ленинград. Разлив. Июнь 2017 года. 7. Голосуем за принятие постановления в целом. 8. Кто за? 10. Голосуем за команды Довольный Минкор. 9. Против? 10. Голосуем за принятие постановления в целом. 10. Воздержавшиеся. 10. Принято единогласно. 10. Спасибо. 10. Весь мир Россия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, кто станет всем. 11. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. 11. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. 11. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. 11. Увидимся у нас, кто был ничем exciting. На potatoes… 20. 20. 21. Продолжение следует...